Всем привет дорогие друзья! И как мы и обещали, начинаем прохождение игры Мафия 3. Пошла запись, ребят, не знаю что тут будет с музыкой, со всеми делами, в том плане помощь прицельную выкол. Выберите сложность, давайте средняя сложность, помощь прицельную выкол. Поехали, ребят, сразу мы начинаем, сразу в бой, это первый мой такой, первое мое прохождение, посмотрим что из этого получится, и первая серия, поехали. Одна из моих любимых серий игр, действием Мафии 3 разворачивается на американском юге в 68 году, мы стремились создать релестичный животный мир, который максимально полностью отражал бы все особенности тяжелого времени, расизм, мы убеждены, что обойтись эту тему, расизма, столь же реальную, сколько постыдно было бы оскорблением для миллионов тех, кто страдал, и до сих пор страдает от дискриминации, ксенофобии, предубеждений и расизма во всех его проявлениях. Вот такая вот фигня, то есть тема расизма будет затронута достаточно близко. Достаточно громкий звук, ДВК представляет, производство Ангар 13, 13-й Ангар, дядюшка Луя, современный город с элиционными ценностями американского юга. Такие дела. Я недооценил, как далеко он готов был зайти, на что был способен. Не забудьте заглянуть в старинный французский квартал, оценить местную кухню в любом из наших пятизвездочных ресторанов, дядюшка Лу говорит. Убить было бы не достаточно, Линкольн Кейн хотел стать помощью послания, Магуайр отвечает ему. Или проведите день в баю, наслаждаясь великолепной природой. Какая-то реклама, что ли? Сел Маркана понятия не имел, к чему приведут его действия. Безопасное место для отдыха с детьми, почему бы не провести здесь следующий отпуск? Действительно, почему бы не провести? Я бы тоже сгонял бы. В Америку-то почему нет? Этот город пережил войну 12-го года, гражданскую войну, бог знает, сколько ураганов, но Линкольн Клейн, больше объявивший войну преступности, нанес городу урона больше. Этот город... А, ну да, повторяюсь. Чем все войны и ураганы вместе взяты? Урона больше, чем все... Мафия 3. Ребята, обожаю серию. Игр Мафия, надеюсь, из третьей мафии не сделали что-то совсем ужасное. Мать бросила Линкольна в 47-м, через пару лет после его рождения. Говорили, она была доминанткой. Доминиканкой. Я всегда считал, что отец у него белый. Доминикан... Доминанткой была. Ужас. Ну и доминанткой тоже, может, была. Почему нет, собственно говоря. Возможно, даже итальянец. Впрочем, какая разница, в те времена была так. Выглядишь как черный, значит черный. Думаю, сейчас так же. Ну и сейчас так же, да, в принципе. Почему нет? Как бы логично, вроде. В приюте он пробыл до 58-го года. Незавидная судьба у пацана. Когда вы познакомились с Линкольным Клеем? В 66-м году я проводил спецоперации с базы в Лавось по поручению ЦРУ. Мне его выдали из Объединенной Оперативной Группы ЦРУ и Министерства Обороны США. Он был тихим, хорошим мальчиком. Хорошим мальчиком, да. Два пурпурных сердца, бронзовая звезда, крест за выдающиеся заслуги. Он служил в своей стране с честью и достоинством. Я так понимаю, это как бы наш главный герой. После того, как городские власти закрыли приют, Линкольн связался с Сэмми Робинсом. Сэмми был главарем черной банды в Дел Рейхоллоу. Не могу сказать, что я это одобрял, но в те времена у цветных мальчишек из приюта выбора особо и не было. Ну да. Либо там мети углы, либо как бы мать. Мальчики, вроде Линкольна, брошенные родителями, всегда ищут дом. Ищут, где бы их приняли как своих. Думаю, именно это он и хотел найти в армии. В армии, в принципе, в данном случае неплохой вариант. Можно там, в принципе, было и остаться. Но я так понимаю, что он вернулся. Проблема в том, что однажды, потеряв свой дом, больше его уже не обретешь. Не скажи, мой дом там, где я. Может, я один такой? Черт его знает. Посмотрим. Вернувшись с войны, он снова связался с Сэмми. Сэмми был должен итальянцам кучу денег. Ему была нужна помощь Линкольна. Ну, в принципе, оно логично. Вернувшись с войны, он... А, дважды вернувшись с войны, получается. Очень жаль, что все так случилось. У меня сердце кровью обливается. Говорит нам господин священник. Нью-Бордо, Луизиан, 27 февраля 68 года. Праздник Марди-Гра. Угу. Допустим. Ни хрена себе праздник. Нет, что не говори, это самая чокнутая история в моей жизни. Слушай, это не наши бабки, а скорлеты. В общем, семечки по сравнению с тем, что мы оттуда вынесем. Это все, что мы должны спалить? Да, это все. Возьми ключ от грузовика и валим отсюда. Вот за что я люблю мафию. То, что, как бы, заставки сменяются, как бы, действиями. И ты, как будто, не в игре играешь, не игру проходишь, а как будто фильм смотришь, то есть. Ну, вот, движения такие себе, конечно. Ну, ладно. Так, что нам, что нам? Какое-то бабло, чувак. О, пистолет есть, уже неплохо, смотри. Так, что у нас там? Уперся всем, ничего. Опа. Не уверен, стоит ли его так оставлять. Он в разык пригнала, как мы просили. Даже напарника пришел, чтобы все угадал, как нужно. Если ты сомневаешься, зачем ты сушеный, чувак нам помог, он мне все сделал, как надо. Ого. На тебя, брат. Держи. Воу! Ну, вот и дело с концом. Я его нечаянно убил, друзья. Я не хотел, как бы, это делать. Это что-то такое? Бросить с тела, Игорь. Короче, как-то случайно получилось. Ну, ладно, извини, чувак, я правда не хотел. Просто не нажали, куя. Это, походу, ключи. Ладно, короче, был надеюсь, что ничего плохого из-за этого не произойдет. Ну, всякое бывает. Ну, накосячил, молец. Это что, давай? Пора валить, ну, что тебя может ставиться за руль. Ну, поехали. Ага, вот на дверка, наверное. А как бегать-то, алло? Или тут нельзя бегать? А, ну, побежал с моих помещений, не может бегать. Погнали. Погнали, чувак. Доехать до казначейства. Зачем рисковать? Действительно. Газ удерживать. Тормоз задний ход. Понятно, ручные пробелы. Насколько я уже успел посмотреть, друзья мои, машины тут, к сожалению, не бьются. Поешь в город, веди аккуратно, там только копов не хватало. Да, окей, без проблем. О, ребят, это я читать сейчас не смогу. Читать сами. Веду тачку пока. Короче, болтает, а не пока там о жизни, а там то, где был. Стандарт, стандарт. И я не пойду в больницу, для того какого-то тачка, Билл. Ха! Я не пойду, 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 я не пойду. Мы везде к Куэн-Наи. Эвакуировали Сиви, чтобы Чарли обрадовала все. В любом случае, мы его на медицинском корабле. Мы хотим идти. Она уходит ребенка в одну руку, и ухода в одну руку, и ухода в другую. Она начинает уходить, и МП остановит, и говорит ей, что ты только можешь брать одну вещь в воду. Так что она бросает ребенка в воду. МП-8. Скажет, что-то, что-то не штрафует. Нормально, ну ладно, поедем по возможности аккуратно, скажем так. Да, но я думал, что ты мне рассказал, что какой-то гук, который бросил его рюк. Красный свет, к нему. Боже мой! Это не вредно. Но не как ты думаешь. Нормально такой броневичок. Мне нравится. Че, пока все по плану, друзья. 1200 чего-то нам до цели. 1100 потихонечку. Надеюсь, не километров. Пикселей. Они будут делать все, чтобы уничтожить. Это лучше было 1-2-3-3-4-8-8. Просто валим вообще по полной и никаких тут правил нету. Я помню, в первой мафии, да и во второй, по-моему, был ограничитель. Ты типа нажал и все. Больше он... Пацаны, подвиньтесь. Больше он как бы не разгоняется. Такая функция была. И там вообще, ну, едешь по этому городу чуть что, там сразу менты. Стремненько. А тут он спокойно смеет. На красный как бы проблем нет никаких. Милометраж, миллиметраж, все хорошо. Никого не трогаем. Дальше, ты не будешь так рады. Ты вовсе, когда люди, 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 что лучше не дают. Я просто оставлю на землю. Да ладно, ладно, не гуде, пацан. Мне нужны, поверь. Мне нужны. Такие указатели, как бы... Вот это они тоже такая, знаете, упрощение, скажем так. Ну, хрен ли, мне указатели показывают, куда ехать. Не должно увидеть такое. Какие указатели, о чем вообще? Так, приехали. Какую ты ему бумажку дал? Сдай назад загрузочному доку, цеху. Что-то я протерялся. Ну ладно, ничего страшного. К загрузочному чему-то сдай, говорит, назад. Нормально все. Некоторые из этих парней иногда выражаются грубовато. Думаешь, меня раньше никто нигерой не называл? Я знаю, просто хотел сказать, что если подыграю, то не обижайся. Единственное, что меня волнует, это добыча бабла, говорит Линкольн. Линкольн это наш как раз чувак, за которого мы играем. Наш чернокожий друг. Е, выйти. Ну выйти, так выйти. Давай, нигер, шевелись. Если я скажу что-нибудь про жару, значит пора. Окей. Жара так жара. Че, братан, давай. Как войти-то? Походу. Ладно, поехали. Тут только белые, короче, рулят. Нигерам даже кнопки не дают называть. Приложите заставление личности, мои инкассаторы. И сразу и двери открыли, и все, мои инкассаторы, и все, погнали. Какого черта этот говнюк тут делает? Равноправие все дела, сам понимаешь. Вся страна вокруг туалета крутится, мать ее. Давай за мной. А ты иди, забери мешки с грузовика, снесешь комнату с печью. Да? Не вопрос. Вот и мешки. Опять черный всю работу выполняет, а? Давай, чувак, братан. Почти все мелкими купюрами, 238 тысяч долларов. Скажу мисс Гейл, чтобы позвонила вам в офис, когда мы тут разберемся. Она подтвердит доставку. Спасибо. Погнали. Идем мы туда. Следовать за охранником. За каким, блин? Надо проверить этот добрец. Оружие у тебя есть? Я еще учусь. Одной чертовой заботой меньше. Заберешь на выходе. Оружие, короче, мы сдали. Ну, погнали. Вам натоспечу внизу. Внизу в подвале. Сюда. Внизу. Не видел вас тут раньше таких. Нифига народ тут сколько, а? Ух ты. Он только отслужил. Мой кузен сюда уже год попасть пытается. Два срока на флоте отрубил. Медали на хватало вешать некуда. А правительство ему типа... Спасибо, конечно, но ни хрена. Да это полное дерьмо. Тупее не придумаешь. Печальный этот день, когда богобоязненный белый человек работу получить не может, а любого ниггера сходу берут. Вот падла какая, я сейчас тебе дам, ниггер. А что там слева у нас за указатели? Здоровье, гранаты. Ну что, давай, открывай, братан. Надеюсь, вы, придурки, делом там заняты. Да иди ты. Господи, ты посмотри, я не знал, что тут столько золота. Да, действительно, золотишка хватает. Вашингтон его туда-сюда перемещал из-за войны. Сперва все тут, затем едет Даллас, потом обратно сюда. В этом ни хрена нет какого смысла. Зато не знает, где бабло. Никто. По-моему, прикольно было. Ну вот, мы и пришли. А что нам надо? Что-то нам надо сделать, наверное, да? Ой, бабки лежат. Блин, ну вот у них тут халява, а, просто. Ложи деньги на стол. Да базаришь, пожалуйста. Пожалуйста. Раньше никогда этого не делал. Я когда думал, что эта печь больше. Делал свое дело, только домохота надо забивается. Тут трупов можно сжигать, наверное. Жарковато тут. Устранить охранник. Господи, да не, пожалуйста. Это я всегда хотел. И кратко. Это вот это уж, что ли? Это мой друг был, да? Пацаны. Я, конечно, жестокий человек, но не... Он, видно, сильно его разозлил. Просто его разметелил. Давай к вам-нибудь уголка этого, брата. Она, что-то у него с лицом вообще беда. Блин, вот это жесткий какой ниггер, а? Не высовывайся, не хочу. Я знаю, что делаю, мать твою. Да, что-то, короче, он, да. Опа. А что, все зависло? И че? И че? Че-то сейчас зависло? А, нажмите их, чтобы пригнуться. Ничего себе. Нормально вообще, чувак. И игра просто раз и зависла. Пока их с ней нажмешь, как бы, ни хрена. А, разобраться еще с одним охранником? Левый контур, чтобы укрыться. Ну, я же, мы в аренду... О, ху. Какой ловкий ниггер, черт побери, а? Блин, ниггер, вообще он реально служил. Это сразу видно. Так. А вот и, и вот и пушечка. Так, понесли. Понесли пацану, скорее его. Прицеливаться, перемещать мышь, выстрел ЛКМ, ПКМ прицелиться до базара 0. Все, без проблем, поехали. Аккуратно так положил, сначала отфигачил, а потом положил. О, пистолетик. Не в оружии, удерживайте СКМ, что такое СКМ? Быстро с ним наружу нажмите пейдждаун. Да вот же, как бы, все просто. Войти в хранилище. Погнали. Понеслась. Понеслась, понеслась. Надеюсь, комбинация, которая достала Скорлетта, сработает. Который, не так, Скорлетта, это мужик, я так понимаю. То есть, семья Скорлетта, они как. Мафиозные. Так, так, так. Откуда он узнает, как набирать вообще на таких сейфах, короче, кады? Будь я проклят. Ладно, давай, Годзилла. Нормально, даже он меня обижает. Ну, что за дела? Вроде напарника Годзилла. Я тебе еще баки побрею, пацан. Нормально. Нормально. Я доволен. Красотища, говорит. Так, я тут всем займусь, ты снаружи тащи все, что сможешь. Как только парни буром пройдут насквозь, начнем все это сбрасывать. А они где-то с буром еще идут. Через канализацию, что ли, какую-то? Тележку побольше выбрал. Даже дорогой нигер. Опа. Ты сигнализацию задел, мать твою. Черт, откуда мне было знать, что это решетка на другой системе. Ладно, будем сдерживать охрану, пока Дэнни бурят. Эй, у нас все выгорит. Черт, побери, а. Ну, проклятый белый, вот опять все испортил. Все на негров сваливает. Негр вообще идеально все сделал. Нет, этот зел все засрал. Ладно. Я... Что, Супермен, что ли, бессмертный? Что всем лежать? Эй, а дверь-то откуда? Кто открыл? Ну, че? Падла, ты хорошая. Нормально вообще, чувак, такое. Да у меня в лицо ударил, скотина какая. Помощь прицеливания. Да, не надо нам никакой помощи, вы че, ребят? Хорош. Закрыть кул. А че закрыть все время на разные кнопки? Дойти к Джорджу. Нам бы какое-нибудь оружие собрать. Здесь все пацаны, которых я навалял. Мы расшивалили, говорит, осиное гнездо. Единственный шанс сюда выбраться, добраться до оружия или взять стволы? Вскрывай, я прикрою. Где? А, вот это оружие, понятно. Мой старик на говно зайдет, когда я потом узнаю. Черт, черт, давай, открывайся. Ну, давай, ты-то быстрее, ну, что ты. О. Дай сюда эту штуку. Ну, опять белые, вот, бесполезные белые. Так. А вы нажите замок, передвигайте курсор, пока он окажется в зеленой зоне. Потом нажмите LKM. Выдавите замок, нажмите Y. Когда индикатор находится в зеленой зоне. Окей. Так. Ну, все. Че ты так долго там мучился? Я просто тут сидел. Вот это моя штука. Ну, че? А, я, по-моему, вот эта штука-то была, да? А, не, все нормально. Ну, поехали. Ну? По Вьетнаме бывало хуже, немного дыма еще никому не вредило. Ну, давай, давай, братаны. Стою сейфом, стою с забором, я разберусь с этими говнюками. Поехали. Ну, где вы? Поехали. И че? Че, они не умерли? У Сэмми везде были свои люди. Один работал в химчистке, стянул форму, которую в день ограбления надели Джорджио Марканда, Линкольн, Клей. Другой был уборщиком в федеральном казначействе и нарисовал примерный план помещения. Ограбление казначейства было идеально спланировано, и было бы невозможно без участия Сэма Робинсона, Линкольна Клея и остальной черной банды. Я же говорю, все делают ниггеры. Красавцы. 20 февраля 68-го года, неделя до праздника Мари Гра. Да. Ну, неделя так неделя. Только из Вьетнама? Да, так точно. Я сам на Тихом океане воевал в Морпе. Поверь мне, оказывается, дома еще... Оказаться дома еще не значит вернуться, понимаешь? Местные люди, они... Они не понимают и никогда не поймут. Никому будет, конечно, не посоветово оказаться на ваниле. И главное, не ввязывай с него, что. Ну, наверное, это добрый совет. Хотя, конечно, вернувшись в войну, тяжело найти свое место. Я уж не знаю, но, слава богу. О, какой-то ниггер с пивком. Извини, я опоздал, на мосту задержался. Ладно, проехали. Простите, сэр, я ищу своего сводного брата Линкольна Клея. Вы его не видели? Псих, который врывался, если хоть на минуту опоздаешь. Поцелуй меня в жопу. Вот он. Не врывался, а взрывался, если хоть на минуту опоздаешь. Как доехал? Первые за четыре года мне не приказывали, куда ехать, что делать и как. Так что лучше некуда. Что у Сариканова? Черт, братца лучше не спрашивай. Ему давно пора вытащить голову из задницы. То есть, как обычно. Ты не представляешь себе, брат. А, это его брательник. Твою мать, Элис, она отлично выглядит, прямо совсем не изменилась. Даже я усвоил, что свою тачку лучше беречь, наверное. Ну что, я готов ехать домой. Чего он такой дерзкий? Взял, намусорил. Вроде чистый город. Не, ну конечно, хочется понтануться, приехать. Типа приехала, не страшно и все дела там. Ну, ладно. Закрыть, задать маршрут. Размите Tab. Когда открыть? Чтобы открыть карту, затем LKM в точке назначения. Вы бы задали на карту, нажмите задачи. Окей. И че? Куда? Нью Бордо. Старик ждет вас в своем баре. Ну. Окей, допустим. Все, поехали. С ручничком, поехали. Чего-то резко так все. Чувак, сорян. Сорян, я не хотел. Главное, один раз можно. Фига, навалит 75. Ну, ощущение, что это походу в милях, ребята. Слушай, ну читайте опять сами, потому что ехать читать нереально. Опа, че-то мы промахнулись мальца. Ему вообще ничего не страшно, короче, этому нигеру. Он просто и тачки походу врезается, все по барабану. Да. У мафии такого не было. Полиция станет враждебна, если вы будете совершать преступление, вести себя подозрительно, нарушать ПДД. Внимание, полиция обозначается синим индикатором. Понял. О-о-о, а че я подозрительно себя веду? Я, по-моему, обычно ехал. Братан, братан, сорян. Я, по-моему, первый день за рулем, точнее, первый день за рулем. Дайте скидку. Дайте скидку. Матти-то мне подозрительно, что они двигаются на Хэроруин, что они любят партнер по этой стороне. Я не могу себе представить, что Сэмми был слишком внимательным. Я никогда не говорил о том, что это ни было ни к кому. Но это я должен говорить к ним. Я не говорил больше трех слов, а он кричит о федерах. Фиг. Как мы не нужны J.E.E.D. у наших асов, и что я думал, продвижение девушек с ребятами, ходя по городу? Мы не продвижение девушек ни к родителям. Ха... Ладно, надо быть осторожным! Я не знаю, как я сказал. Как они у меня нет денег, чтобы начать. Пустили на стороне. Это было довольно серьезное. Мы знали, что было несколько партнеров в Иннаму. Может быть, я испугался на плохой человек. Пустили. Чёрт, чувак, я знаю, что это. Это почему я говорю... Эй, чувак, мы с тобой... Эй, как я сказал. Чёрт, чувак, я знаю, что это. Это почему я говорю с Джорджи об этом. Не знаю, что он будет вместе с этим. Джорджи говорит, что он держит его мебель прямо сейчас. Мы все равно осторожнее Хайло и Фриско, просто на френском поле. Джорджи, онк Лу, не скажет что-то, пока мы даем ему вкусную акцию. Я не знаю, чувак. Чуть-чуть, ребят, подлагивает, но ничего страшного. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Погнали. Слушай, ну, очень похоже на ГТА, к сожалению. Поехали, давай, заходи, 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 спереди, черт побери! Ну заходим, заходим. Где ты перед? так ну и чо появился посмотрите кто перед вокзалом затирался рад тебя видеть привет парень слушай я тебя послал за линкольным клеем что за здоровенным ниггером а не за здоровенным ниггером которого сожрал черта бери старик я наконец-то побывал в таком месте где умеет готовить так как в этом году добро пожаловать домой сынок как то вибраем саги будет лучше когда братья на стаканчик самогонки самогонки да уж кукурузного виски ты никогда не отказывался хочу сказать тост почему смогут виски но я тебя заговорил что человек чего то стоит только если сумел изменить мир вокруг себя когда линкольн мне первый раз заявил что хочет в армию я был против в сайте это ступп но слишком опасно так я ему сказал пусть они там воюют как нибудь сами я ему сказал но потом я понял что линкольн должен оставить свой след именно это он и сделал я тобой очень горжусь я тобой очень горжусь я тобой очень горжусь за линкольн ну что он кто готов нажатся в план вот это и есть трудно объяснить каково это вернуться с войны восторг страх чувство вины Представьте, что вы заперты в темной комнате, и выхода нет, и каждый ваш страх, каждый кошмар, а не с вами в этой комнате, и некуда бежать от всего этого, а потом ведь дверь вдруг распахивается, и можно выходить, раз и все, только вы к тому времени уже примирились со своими кошмарами, со страхом смерти. И теперь вы боитесь это все бросить. Но разве у вас есть выбор? Каждому солдату приходится выходить в эту дверь, рано или поздно. Черт, как же от этого вискаря поутру мутить будет? Черт, да ты проспишься и делов-то, в твоей комнате все как было, я в подвале, какого хрена ты там забыл, что-то он в подвал хочется, утром уверен, он решил что-то поспать в подвале, старик, война тебя уже совсем крышу снесла, а почему он решил в подвале спать? Муж не хочется в свою комнату возвращаться, нужно только поделиться, лечь спать, ну окей. Ну, лечь спать, так лечь спать, поехали. Кафе Сэмми. Типа у Сэмми или кафе Сэмми, то есть то, что оно, его типа. Сэмми с кафе. Или бар. Да, кошмар это снятся. Поговорите с Сэмми Элисон. А это че такое? Журнал Playboy. Delray Hollow. Окей. Нормально такой подвальчик, тут можно вообще замутить такую стримерскую, а? Конру себе. А че он подумал не бегает? По улице бегает, по дому че-то бегать не хочет. Вот ленивая жопа, а? Ладно, пойдем поговорим с Элисон. Сэмми Элисон. Мы с трудом до конца, концы с концами сводим, а тут вдруг платим за всю эту еду. Не выражайся. Мы бы в это не влипли, если бы ты меня послушал. Во что влипли? Тебе беспокоиться не о чем, Линкольн. У меня все под контролем. Под контролем? Черт, да крой ты свой сопля. Второй раз предупреждать не буду, как хочешь, старик. Не трогай его. Пусть успокоится. Может, объяснишь, чего он так сбередился? У нас тут некоторая проблема с гаитянами. Ну, как я уже говорил, у меня все под контролем. Что ж, машина загружена, думаю, нам этого хватит на... Может, мне попозже вернуться? Может быть. В честь того, что ты вернулся к нам с живым и вредином, я сделал пожертвование отцу Джеймсу. Это еда, которую он может раздать нуждающимся семьям. Я надеялся, ты мне поможешь, Линкольн. Заодно и на окрестность посмотришь. Ваши разборки с гаитянами, это серьезно? Да, ты же знаешь, Эля Сад. Кто-то косо на него посмотрит, а он уже кидаться готов, как собака. Как я говорил, я могу вернуться позже. Пусть Линкольн погуляет, проветрится, пообщается немного. Вам это только на пользу пойдет. Базаришь. Вперед! Там люди еду ждут. Да я видел Линкольн на пару раз, когда он вернулся. Он говорил мне, что хочет уехать из города. Собирался в Калифорнию. Какой-то армейский приятель. Наистоятель храма на пенсии. Обещал устроить его на работу на судоверфи. Он вернулся только за тем, чтобы пообщаться с Элисом и Сэмми. Попрощаться. А сейчас попрощаться. Но тут он выяснил, что у Сэмми проблемы с гаитянами. И решил остаться помочь. Эти гаитяне были, ребята, довольно неприятные. Но отговорительно никто не мог. Как бы сильно он не изменился на войне, он всегда был предан семье. Красавчик. Блин, ну как он того в печь засунул, это вообще жесть. Жестокий чувак. Только приехал в мирное время и давал сразу мочить всех. А, это не сейчас. Это типа было позже. Шесть дней до праздника Мардегра. То есть это как раз через шесть дней. Сварка, скорее всего, три месяца учеником для начала, а потом можно уступать в простовес. Ты с Элисом сказал? Нет, пока. Хотел пару дней подождать, не вываливаясь все сходы по возвращению. Им это не понравится, но они смирятся. Сделай, что считаешь нужным. Иди, обстуживай людей, я скоро вернусь. Ну вот такая тема, значит, да? Ну давай, братан, налить тебя. И всеми надпиестные деньги. Передавай сами привет, да, сэр? Ну вроде нормальный чувак, выглядел, чем пришел-то. Вот это чувство, я обновил, это от мужика, но тем более не видно пока. Горячие, да? Горячие сердца. О, да. Катан, что там у него нет? Какой-то, похоже на это, на крем-суп сырный. Ну пускай будет так. А, налить на гамбо, надо, 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 надо же еще самому наливать, что, паломник нести. Спасибо. Да, пожалуйста, братан, заходи. Какая-то страшная баба. Good morning, good. И это и налейте уже. Ты просто благословение, Лимка. Спасибо. Спасибо, мэм. Вам спасибо, мэм. И тут тоже вообще банкир какой-то, что приперся, а? Все, пару дней вернулся, а я уже к работе. Мне это радость. Да давай, наливай гамбо. Для нас всех это чертовски много значит. Тоже старая какая-то. Красивые бабы-то будут. Я двойную порцию налил. Не доживай до старости, сынок. Полный отстой, это старость. Посмотрим, что получится сделать. Привет, Линкольн. Привет, Линкольн. Вот это ничем. О, приятно видеть тебя в Хэллоу. Мне приятно видеть это большие коре глаза. Если будешь по ним скучать, они будут у моей тетушки. И все остальное, я тоже заходи. Может зайду. Линкольн, у нас проблема. Беги, Рейджин. Когда мы сейчас закончим, Линкольн с именно в очереди. О, вау. Перепрыгнуть через укрытие. Вперед и спейс. Ну-ка, блин. Ты че, пацан? Ну-ка, блин. На тебе его. Ты че, слышь? Ну-ка. Ты че вообще делаешь? Охреневшие. Какие-то гвозди. Че это такое? В 57-м году на Гаэти к власти пришел у Папа Док, Дювальяк. В 59-м году он создал тайную полицию. Тон-Тон Макутов. Люди начали бежать из страны. Что с Чешица. Большинство из них осело на юге США. А ведь среди добытых работящих, добрых, работящих людей были отпятые уголовники. Собственно, они основали гаэтианскую банду. Ясно. Линкольн узнал, что они обоставались на болоте, и главный у них некий бака. Вы с Сан-Джейсом закончили? На нас напали гаэтиане. Пора тебе наконец рассказать мне, что происходит. Да. Наверное, ты прав. Месяца шесть или семь назад в Холлоу начались грабежи. Деньги, драгоценности, все такое. Мы довольно быстро выяснили, что это гаэтиан. Потом эти ублюдки подзаборные взялись за лотерею. И о каких суммах идет речь? О каких суммах? Достаточно. Хмокрявка задолжали Сэлу Маркана. Я уже три месяца ему не платил. Господи Иисусе. Если я с ними разберусь, тебе хватит времени все уладить с Маркана, так? Про Сэла не беспокойся, мы с ним давно знакомы. Но эту проблему с гаэтианами пора закрывать. Согласен. Поехали валить гаэтиан. Я чувствую, сейчас задание будет. И закрыть ее должны вы с Элисом. Как нам их найти? В 20-х годах Байо добывали соль в Байо. Там даже было что-то вроде поселка в сплошной лачуге. Потом настала Великая Депрессия, люди оттуда ушли. Там они и прячутся. Какой? Больше негде. Нам понадобятся оружие и патроны. Позвони по этому телефону, только не отсюда, чтобы без лишних ушей. Или можно пройтись по холлу частным гребнем, отыскать всех элегаденышей и убить частым гребнем. Тогда не о чем будет беспокоиться. Последнее, что нужно людям в нашем районе, это видеть, как цветные убивают дружку. Мы всегда... Мы все делаем тихо и подальше отсюда. Разумно. Достаточно убрать заправил, остальные расползутся как тараканы, гарантирую. Ладно, вояка, пусть все будет по-твоему. Будь осторожна, слышите? Эти гайчане ребята суровые, недооценивать их нельзя. Да ладно, я на машине тут вмазывался сколько раз в стену, все в порядке. Я терминатор, друзья. Я чувствую, все будет хорошо. Что-то на своем, как... Хастелиты суицида селдевдиверсенты. Что-то типа того. Ругнулся, короче. Мужик недовольен. Ты, конечно, сидит, говорит, надо всех порешить. Что быть недовольным за тебя? Все работы делают, братан. Ты уверен, что хочешь разыграть это инвентарь. Последнее, чего не ждут, это нападение с водой. Возвращайся к дороге, жди в машине. Встретимся там, когда я закончу. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Доверься мне, Элис. Еще немного, и все это будет позади. Ты бы с братишками ушли со своим ей? Ага. Понятно. Нормально плывет. Пробел залезет. Двое утро. Двое утро. Радите, прячься, когда следить за врагами. Белый индикатор в центре экрана показывает, заметили ли вас? Окей. Если вы привезли слишком близко, или на шумите индикатору в личном размере, враги примутся в вас, сколько вы крадитесь? Понятно. Враги ищут вас, оставайтесь в укрытии, а не просят поиски. Некоторые часы. Поехали. Босс говорит, если мы должны уйти половину холла, то мы делаем это. Не остановляясь этого старого человека. Он, Элис, и другого. Линкен Клей. Он и один. В этом году вы хотите отходить от нас. А, на этот раз у нас не уйдет. Короче, он всем сказал, что это нашкодил, походу. А что, труп исчез? Или он, типа, упал? А, вот. Ни хрена себе. И вот что, сожжал кто-то? Да, у вахи, не вахи. У этого ружьё вообще было, смотри. Мужчак. Опа, ещё один ход. Что за шаги? Выстрелы, видно, тут такое. Дело, с которыми сталкиваются все каждый день. Потому что ничего страшного не произошло. Угу. И чё, как? Как будет-то? Тихо, тихо, тихо. В общем, свисты можно прореживать ряды врагов, или оттягивать группы. Удерживать и я. Чё-то не работает. Так, допустим. Ты иди отсюда, господи. Так, допустим. что такое мазафака что-то ругается в грилла а а а а а а отдохни уже вот это нормально вообще нас чуть не убили подрали мы что-то не в колонне себе не получается у нас адреналинчиком просит его господи эту гадость насчет и под с патронами вообще не очень да хорош стрелять лазерный space дек господи куда ты текст и и и и и и и и и тихо-тихо-тихо все-все-все хорош ого откуда там чувак с пулеметом ты не понял тихо-тихо-тихо ребята спокойно откуда он стреляет оу это короче не самое надежное укрытие как я понял так а птичка ну-ка давай готова в в в в в учет и как то просто это чем больше иди нахрен пошел джоку в принципе совершил большую ошибку напав на холл он дров еще пытается полосе заправляет недоносок трус предатель черные не должны подчиняться белым человек про которого ты говоришь принял меня в семью когда мне не было куда пойти ты ничем не лучше чем он ну да как обычно у него это просто прием от работы он просто сначала охранника нечаянно убил опа девчонка походу у вас пришли с глазами гребаная свинья скотина будь-то проклят ты она плакала что не кипишись не кипишиться и кипишиться он меня тут держал заперти днем и ночью бил меня использовал проклинаю тебя тебя и всю твою гребаную семью ой какая жестокая баба не ну каши и тоже можно понять он мертв он мертв он ничего больше не сделает тебе все кончено 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 это никогда не закончится поджам ну чё-то ты короче были ну короче баба это не в себе сказала бы наоборот помоги мне вытащи меня отсюда что ты серьезно ты выбежала куда-то черт будет их побрал согласен куда побежала вообще непонятно я где у меня только что как молотова ничего сего ребят даете коктейли молотова прицеливаться к коктейля молота удерживая п п это джи брось джи отмена у выбрать участка у меня оружие нажать за это короче понятно за этот джи ну-ка да какие жесткие пацаны то ли какие блин а это заметил кто-то да мне уже пофигу пацаны я убил у вас чувака причем полегче пацаны полегче мой сейчас приду к вам вниз хорош начинает ждите ждите пацаны ждите сейчас я сейчас секунду пофигу пацаны ну-ка аптечка вы кстати еще ни одной аптечки не завезли поэтому что-то слишком просто я говорю пофигу пацаны пофигу пацаны да ладно чувак 1 пропустил друзья одного чувака не пропустил вот так вот заигрался заигрался надо поаккуратнее действовать ладно интересно откуда мы сейчас начнем да ладно что так долго грузится скажу сначала давай ой все я понял все пошли 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 блин реально что далеко да да все нормально будет далековато да ладно ну давай братан я понял сейчас в колю ребят патрон вообще нету теперь хоть что-то надо что-то с патронами поаккуратнее так адреналинчик есть сколько у нас патрона 28 да откуда ты уаууау ну да раза отвали ой 0 6 патрон подержали какой-то тоже пустыну класса я опять не рассчитал с патронами так это тут был ты куда ты побежал в чём за мной да в фактах но хорошие это дает слышь он дает статист скотина какая поехали братан вот так вот ребят ну конечно не смотрим то что видите настолько просто опять они там что то там у тебя приходится вытаскивать ты целый как с измока прошел кирпыра стены если мы сел в том что несмотря на то что это и все как бы ты захочешь просто четвертая терминатора при средней сложности но все равно то есть меня убили только от невнимательности только того что я просто ушел и мочил налево направо без всякой осторожности конечно это не альфа в будущем печальный кафтарь но сам по лаке спопов си а у нас сантаза пенки зла тэкспорище искусственные новости это не альфа сан но у нас на племя его на пус авто но однако спорта в салках башни опалу но просто на полном ходу куда то там улетел и все в порядке проблемой вспомнить три секунды и ты живой саппорта иногда и кроме этого еще есть адреналин но это может сделать это выживание аппетит аппетит в речи газет на холостом бюджетного спорта и парадон не вернется и в революции на полном ходу вылетел педагога на самом деле говорите ничего то есть кубчику японцы почти доехали Погода какая-то непонятная. Это дождь был или не дождь? Ладно. Тихо! Я тормозил. Я реально тормозил как мог. Насколько способна моя машина до волода, настолько я и тормозил. Ну, короче, разобрались с гайтянцами. И все изи-бризи. Ну, смотрите, хоть капот отваливается, на том спасибо. Как-то так. Чего Линкольн не понимал, или, может, не хотел понять, это то, что у такого человека, как Сэмми, всегда найдутся новые гайтяне. С ним вечно так. Сэмми кто-то угрожал, либо кто-то доставлял ему неприятности, и ни конца этому, ни края. А, либо Сэмми кто-то там это, либо кто-то доставлял ему неприятности, ни конца, ни края. Да. Вот так вышло, что Линкольн начал работать с целым марканом. Ты был прав, гайтяне прятались на старой сельной шахте. Больше о нас не беспокоить не станут. Зря я тебя туда послал. Надо было самому решать свои проблемы. Угу. Это ничем не отличается от того, чем я занимался до отъезда. Ты, может, и не знаешь, но по телевизору каждый вечер после новостей показывают имена всех ребят, которые погибли во Вьетнаме. И вот я сидел на кухне, ужинул. Смотрел этот список и думал, а вдруг сегодня тот день, когда я увижу твое имя? Так не увидел же. Ничего со мной не случилось. Нолодец удачи, он не бездонный. Однажды вытащишь ведерко, а в нем пусто. Так что будем делать с Марканом? Отдадим ему эти проклятые деньги, так или иначе. Лотереи хватит? Лотереи? Нет, но Сайл тут звонил недавно, сказал, что хочет с тобой повидаться в загородном клубе. Говорит, у него есть какая-то работа, и между нами все будет улажено. Ну, мужик дает, а? Черный туда впускает только из обслуги. Им может не понравиться, но Сайл Моркана не оказать не посмеет. Он говорит, ты должен быть там, значит, ты должен быть там. Он говорит, ты должен быть там, значит, ты должен быть там. Отлично. Всегда хотел посмотреть, как она там, внутри. Сделай все в точности, как Сайл скажет, ты понял? Ради всех нас. Да, сэр. Мужик реально очень странный. Только что говорит, что сожалеет, что послал его на эту работу, и тут же впутывает его в другую историю. Он посылает свою семью, другую, своих братьев. Че только пацан пришел из Вьетнама, как бы на него давай наезжать, да? Короче, надо ехать, рассчитываться с долгами, друзья. Но я думаю, это уже будет в другой серии, потому что уже целых, как раз целый час. Вот у нас будет серия равна часу. Ну, конечно же, ребята, это не та мафия, к которой мы все привыкли. Особенно первая часть, вторая часть, где была атмосферность, так все круто. Ну, смотрите, просто на движение персонажа, да? Он даже двигается по-другому. Ну, обезьян, что сказать. Будем надеяться, что игра выиграет за счет сюжета. Да, нету пока русской озвучки. Надеюсь, из моих кривых, как бы, слогов вы поймете, что происходит, некий смысл, и все будет хорошо. Ребята, с вами был Life for Surf. Это была первая серия прохождения. До связи. Я знаю, я знаю, я не знаю.